Всем привет! Я уже как-то говорил, что от некоторых уже неинтересных для меня пабликов ВК я намеренно не отписываюсь и держу их в своем подписном листе. А все потому, что они являются моими неофициальными поставщиками лохотронов. То есть, они на постоянной основе рекламируют в своем сообществе откровенные лохотроны с тонны накрученных комментариев. И вот сейчас появился очередной замечательный проект, который я хотел бы вынести на сегодняшнее обозрение. Речь идет, конечно же, об экономической игре таксопарк, в которую можно поиграть в ВК и, конечно же, заработать там много-много денег. С вами снова Дмитрий Костиков и мы начинаем. Главным поставщиком всякого Г и мошеннических проектов ВК у меня является паблик пасхалки и факты. Контент — хрень и баяны, зато через каждый пост — реклама всякой шляпы. За это я его и люблю. Ну, собственно, через эту говно рекламу лохотронщики находят своих очередных жертв. Если честно, то я просто обожаю эту упоротую рекламу, она действительно поднимает мне настроение. Нет, кроме шуток, вы только гляньте на этого дубайского цыгана. Мне лично реально смешно от этой рекламы. Вот не поверите, я уже распятый пытаюсь записать эту фразу, потому что меня сразу тянет на ржач. Ну да ладно, собственно, пора уже приступать к заработку баснословных сумм денег. Алло. Алло, здравствуйте. Вы вот писали, что подача будет через 4 минуты, а я уже жду 27 минут, и машины до сих пор нет. Ой, дружище, прости, это мой косяк. Ты понимаешь, я полчаса назад только уволился из такси, а заказ отменить забыл. Вот меня к тебе и приставили. Ну, понимаешь, я тут уже больше не работаю, я дома давно сижу, поэтому я к тебе не приеду. Что значит не приеду? Я сколько вас уже жду? Я уже опаздываю нафиг. Слушай, дружище, давай чтобы загладить свою вину перед тобой, и я тебе дам офигенный способ заработка денег. Я почему думаешь из такси уволился? Потому что я теперь зарабатываю в интернете на экономической игре таксопарк. Как еще раз? Таксопарк? Слушай, давай я тебе ссылочку скину на свою презентацию, где я рассказываю о проекте, и тоже начнешь с нами вместе зарабатывать деньги реально бомбовой. Хорошо, давайте. Да, тогда же будет лучше. Все, спасибо, жду. Итак, в любом проекте в интернете, который предусматривает вложения, первое, что стоит сделать, это, конечно же, прочитать пользовательское соглашение. Как правило, если проект лохотрон, то там будет специальный пункт, который даст нам это понять. Обычно в первых пунктах нет ничего интересного, но вот когда мы спускаемся чуть ниже и доходим до пункта номер 7, то есть права владельца сервиса, то становится очень интересно. Начнем с того, что владелец сервиса не несет никакой ответственности за бесперебойную работу сервера и, самое главное, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ну и, конечно же, владельцы сервиса могут, но не обязуются вводить средства активным пользователям. А вот пользователь несет полную ответственность за свои убытки и все вливания он делает на добровольной основе. А точнее, пользователь делает безвозмездное пожертвование проекту и только хозяева решают, вознаграждать его или нет. В общем, говоря простыми словами, хозяева проекта ничего вам не должны и не несут ответственности абсолютно ни за что. Закинули деньги в проект? Ваши трудности. А они уж будут решать, возвращать вам эти деньги с прибылью или нет. Хотя я думаю, что ответ очевиден. Но все-таки давайте посмотрим, что будет дальше. Поэтому идем читать правила. Не буду долго останавливаться на данном пункте, но суть следующая. Мы покупаем такси в наш таксопарк и эти таксишки приносят нам золотишко каждый час. Чем выше уровень таксишки, тем дороже она стоит и тем больше она приносит денег в час. Золото, а точнее монетки, можно обменивать на доллары по курсу 1 доллар 100 золота. Доллары – это внутриигровая валюта, за счет которой и осуществляется покупка внутриигровых ценностей. Доллары же, в свою очередь, можно обменять на евро по курсу 1,25 доллара за 1 евро. Также евро собираются автоматом при обмене монеток на валюту. Из расчета 75% идет в доллары, а 25% в евро. Евро – это валюта на вывод. То есть, доллары мы вывести не можем, а евро можем. 10 евро – эквивалентно 1 рублю на вывод. Ну и последний вид валюты – это таксокоины. Это специальная валюта, которую мы можем купить или получить на халяву за привод новых лохов, то есть рефералов. На эти таксокоины можно покупать специальные кейсы с плюшками, но я бы не рекомендовал. В общем, хватит долгих прелюдий, let's battle begin. Так, ну давай посмотрим, что ты там наснимал. Так, уже запись идет. В общем, здравствуйте, меня зовут Жора. Я 25 лет отработал в такси и зарабатывал там на самом деле сущие копейки. Постоянно все бесило. Но недавно я нашел новую экономическую игру, которая называется таксопарк. И теперь я, можно сказать, тоже зарабатываю в такси, только виртуально. И смотрите, сколько я заработал буквально за несколько дней, причем не слезая со своего дивана. Поэтому я решил уволиться с настоящего таксопарка и, так сказать, перейти работать в виртуальный таксопарк. И что вам рекомендую? Ссылочку на таксопарк я, конечно же, оставлю в описании. Переходите и зарабатывайте вместе со мной. Так, заходим в таксопарк. Начать. Итак, заходим в бота и начинаем игру, за что сразу получаем одного таксиста первого уровня и 5000 монет, на которые мы ничего не сможем купить. Ну и, конечно же, нам говорят, что мы сможем получать настоящие деньги. Но ведь я думаю, вы прекрасно помните, что было написано в пользовательском соглашении. Ну а чтобы получать в два раза больше всего, нам тут же предлагают купить премиум. Цена вопроса всего 200 деревянных. Ну, ясно, понятно. А вот теперь начинается самое интересное. Я решил проверить вывод средств. Ну, точнее, его условия. Выводить-то мне пока нечего. Но выяснилось, что перед тем, как выводить, я должен иметь на своем счету как минимум 100 таксокоинов. Ладно, пожертвуем немного денег ради благого дела. Мы можем купить всего 100 коинов за 100 рублей. Окей, берем. Но в итоге нас уже развели. Перед покупкой нас уведомили, что будет комиссия 5 процентов. И хитрожопые админы сделали не так, чтобы мы заплатили 105 рублей и получили 100 таксокоинов, а сделали они так, что нам на баланс упадет всего 95 таксокоинов за 100 рублей. То есть комиссию они почему-то сняли не с оплаты, а с покупки. И что же теперь получается? А получается следующее. Так как мы купили всего 95 коинов, а не 100, то нам все равно не хватает на вывод 5 коинов. А значит нам снова придется покупать причем добрую соточку таксокоинов. И вы посмотрите, как у них теперь расширился ассортимент. Хотя изначально ценник был всего один. Разводят, суки! Ну ладно, что уж поделаешь. Отслюнявливаем еще соточку. Извините, куда деваться. Так, оплачиваем. И теперь у нас имеется 190 таксокоинов. Этого должно хватить, чтобы осуществить наш первый вывод. Вот только вывести деньги нам все равно никто не даст, так как минимальная сумма вывода у нас составляет 100 рублей. А после обмена стартовых денег на доллары и евро у нас получилось 38 долларов и 12 евро. 12 евро это 1,2 рубля. Что ж, нужно покупать таксистов, но для этого нужно подождать, так как у нас всего один таксист, да и тот первого уровня. Но ждать то времени нет, поэтому снова придется задонатить негодяям, так как таксистов можно купить за реальные деньги. Ну что ж, сразу возьму таксиста четвертого уровня, чтобы как можно быстрее достичь результата. Таксист бомбовый приносит по 14 тысяч монет в час. А это уж, извините, деньги. Для сравнения, один бесплатный таксист первого уровня приносит всего 200 монет в час. То есть полтора доллара и 0,5 евро. А тут сразу ба-бах и 14 тысяч монет. Выгодно? Выгодно. Помимо того, что таксиста приносит нам деньги, вы можете получать их, выполняя задания. Типа, обменяй ровно 9402 монеты на рынке и получи 334 доллара. Также можно открывать специальные кейсы и получать деньги за счет подарочных акций. В принципе, таксиста можно было и не покупать по ходу, так как деньги здесь льют сырикой. Ну, раз уж купил, то пусть будет. Все равно я скоро отобью все эти деньги и стану богатым. И да умоются в собственных соплях те, кто сомнится в том, что проект лохотрон. О честности проекта таксопарк свидетельствует постоянные выплаты, которые подтверждены скриншотами в группе. Ой, а ведь я еще и колесо удачи могу крутануть, причем дважды. Ну это вообще огнище. Поехали. После первой попытки мне на халяву выпадает таксист второго уровня. Вот это круто. А после второй попытки я получил около 1000 долларов. Ну что ж, not bad, not bad. Весьма продуктивно у меня получился денек. Осталось только переспать с мыслью о своем богатстве, ведь уже завтра минималка накопится и я смогу ее вывести. The next day. Ну что ж, смотрим, сколько я заработал за ночь. На утро мне пришел специальный код-ваучер, который гарантированно даст мне не менее 100 тысяч монет. Да вы что, реально прикалываетесь что ли? Зачем я тогда таксиста за реальные деньги покупал? Ну-ка, применяем код и получаем... 236 тысяч золота. Но я пришел не за этим. Мне нужно проверить вывод средств, чтобы удостовериться, что проект реальный и всем все платится. Но когда я зашел на баланс, то увидел какое-то чудо чудесное. На моем счету лежало 15 миллиардов монет. Ну-ка, если посчитать, то это более 150 миллионов долларов. В общем, 115 миллионов долларов мы получаем на долларовый баланс, а остальные 38 миллионов уходят на наш евросчет. То есть счет для вывода. Так как 10 виртуальных евро это 1 реальный рубль, получается, что нам доступно 3,8 миллиона рублей на вывод. Офигеть! 3 миллиона! Нам обещают вывести деньги в течение суток. Никаких скрытых комиссий и наличие кэшпоинтов от нас не требуется. Неужели игра действительно выдаст нам 3 мульта? Хренас 2. Часа так через три я зашел в чат и увидел, что я добавлен в черный список и больше не могу играть. Не понял. А почему? Эй! Что за фигня? Какой еще черный список? Давайте зайдем в сообщество и узнаем. Вот только зайдя в сообщество я увидел причину блокировки. Оказывается, я богоюзер. То есть я что-то там подшаманил и начислил себе миллиарды монет. Но в принципе я не удивлен. Можно было вообще не играть в эту срань, просто проверить пользовательское соглашение. Там же русским по-белому написано, что вас непременно кинут. Ну или что-то типа того. Ну бери! Бери! Такси, такси, вступай в такси. Деньги в нас ложи. Спасибо нам скажи. Такси, такси. Всех разведи. Деньги заберем и в чат снесем. По сравнению с этой говноигрой, RidgeBuds просто мега инвестиционный проект. Конечно, я думаю, что подавляющее большинство из вас никогда сюда не зайдет. Но обзор на эту хрень я не сделать просто не мог. Я как вижу, что говнопаблик, пасхалки и факты что-то рекламирует, то тут же понимаю, что об этом неплохо бы снять ролик. Я, кстати, надеюсь, что админ этого говнопаблика увидит данный ролик. И, кстати, несколько раз я видел в данном паблике мои превьюшки для моего дзен-канала о мультфильмах. И, кстати, пока я записывал эту пламенную речь, игра Таксопарк уже просто перестала существовать. Я зашел в сообщение, и вместо нее уже была какая-то новая экономическая игра Ферма. То есть эти поцы просто поменяли название и стиль игры, а на самом деле остался все тот же самый Таксопарк. Я все еще в черном списке, а чат так и не почищен. Поэтому вся старая переписка так и осталась. Помимо этого, на просторах ВК можно встретить огромное количество говноэкономических игр, суть которых абсолютно такая же — заманить лохов и ничего им не выплачивать. Вот, например, еще одна типа экономическая игра под названием Gamebot, которая следует точно таким же правилам, как и вышеупомянутые сервисы. Продвигается, естественно, также через говнорекламу в различных пабликах ВК. И кстати, когда я уже почти демонтировал видеоролик, я снова наткнулся на очередную рекламу в паблике Пасхалки и Факты. И знаете, что мне рекламировали в данном паблике? Снова игру Таксопарк. Я сначала удивился, мол, зачем рекламировать игру Таксопарк, если паблик уже давно поменял свое название на ферму и разводит людей по-новому. Но когда я перешел по ссылке, оказалось, что паблик совершенно другой. Но по сути он точно такой же, как старый добрый Таксопарк. Просто теперь он находится по другому адресу. И я здесь, о чудо, не в черном списке. Ну что ж, дубайские цыгане-таксисты снова в деле. В общем, давайте без пламенной финальной речи. Просто остерегайтесь подобных игр в ВК, а еще лучше закидать паблик этой игры жалобами. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на обо моих канала и непременно на мой паблик в ВК, чтобы не пропустить выходом новых роликов. Спасибо за просмотр. Пока. Такси, такси, вступай в такси. Деньги в нас ложи. Спасибо нам скажи. Такси, такси, всех разведи. Деньги заберем и в ЧС снесем. Субтитры сделал DimaTorzok